Я с огромной радостью представляю вам сегодняшнее видео, поскольку знаю, что у многих из вас, друзья, есть вопросы, и сегодняшняя тема является одной из таких, по поводу которой необходимо давать подробные разъяснения с мудростью, особенно тем из нас, кто лишь недавно начал двигаться в даре освобождения и еще не имеет большого опыта, кто является частью этого движения, которое сейчас происходит в Соединенных Штатах и особенно на Западе, среди молодых людей. Я верю, что мой сегодняшний гость очень хорошо многим из вас знаком, но те из вас, кто сегодня увидит его впервые, обязательно подпишитесь на его канал и начните следовать за ним. Он является огромным благословением для моей личной жизни и для всей нашей церкви, и я верю, что Господь будет использовать и уже использовал его, чтобы внести ясность и помочь нам обрести более глубокое понимание такого вопроса, как духовная война. Поэтому давайте без лишних слов поприветствуем доктора Боба Ларсона. Здравствуйте! А вы знали, что звук хлопков, издаваемых одной рукой, это буддистская традиция? Ладно, поаплодируем двумя руками. Также давайте оставим модзи с аплодисментами в чате. Спасибо большое. Я помню, что уже неоднократно упоминал об этом ранее, и сегодня я хочу повторить это еще раз. Преподобный Боб Ларсон, я впервые узнал о вашем служении благодаря ТБН еще 20 лет назад, и затем наш пастор привез нас на один из ваших семинаров в Портленде. Скажу честно, я очень сильно тогда испугался. Я был молод, и действительно, у меня в то время были демоны, от которых я еще не получил освобождение. И мне очень не хотелось получать освобождение на публике. Поэтому я хорошо помню, как сильно тогда боялся. Я был подростком, и наш пастор много учил нас о духовной войне. А затем мы где-то нашли кассеты с вашим служением, и, к счастью, начали изучать вопрос освобождения. Затем я сам получил освобождение. И мы начали использовать многие из тех методов, с которыми вы познакомили весь мир. Затем мы начали допрашивать демонов во время изгнания и так далее. И начали видеть освобождение от демонов во время наших служений. Но прежде чем мы поговорим об освобождении, я сперва хочу спросить. Вы очень часто бывали в Украине и служили людям, нуждающимся в освобождении. Также вы проводили курсы по освобождению от демонов в Украине. Я знаю, что вы любите украинский народ. Пожалуйста, расскажите нам немного о том, как вы служили в Украине. Что вы видели, какие духовные силы действуют там, и что вы думаете об этом кризисе, который происходит между Украиной и Россией. Спасибо большое. Для меня большая честь быть с вами и обращаться к людям, которые смотрят это видео. Возможно, даже впервые. И с которыми у меня будет возможность познакомиться лично благодаря этому YouTube-каналу. Я впервые поехал в Украину более 10 лет назад. Меня пригласила группа людей, которые привезли меня в Латвию. Когда я был в Латвии, то встретился с мужчиной, который был основателем церкви «Новое поколение». В результате я узнал об этом невероятном Божьем движении в церквях России, Украины и по всей Европе. После служения в Латвии кто-то мне сказал, «Знаете, вам очень нужно побывать в Украине». А именно, пастор Алексей Ледяев. Никогда не забуду, как он мне сказал, «Вам кажется, что люди в Латвии с восторгом слушают об освобождении. В Украине они просто с ума сходят, когда об этом слышат». Он имел в виду в хорошем смысле, говоря о той страсти, которую они испытывают по отношению к Господу. Он сказал такого, как в Украине вы не увидите больше нигде в Восточной Европе. Итак, мы полетели в Киев и затем поехали на машине до самого Херсона. Это очень особенное место, ведь Херсон является первым городом, который пострадал от военной кампании Путина. Поэтому каждый раз, когда я слышу о Херсоне, я вспоминаю о зале, в котором находятся несколько сотен людей, во многих из которых явно проявляются демоны, как я служил им и молился за них. Для меня это очень особенное место. Также я служил в Крыму и в Донецке, и все эти места занимают в моем сердце особое место. На самом деле, в то время у меня была возможность служить, даже не знаю, поскольку сбился со счета, в более чем 50 городах по всей Украине. Кроме того, каждый год я преподавал в крупнейшем библейском колледже или семинарии в той части мира, находящемся в одном маленьком городке с населением примерно в 20 тысяч человек, который называется Першатравинск. Я пробормотал это название, потому что, знаете, мне его очень трудно произнести. Першатравинск. Ну, так уже немного лучше. В любом случае, когда меня отвезли в этот маленький шахтерский городок в глуши, я подумал, что? Самый большой библейский колледж на всем континенте находится здесь? Ну, это действительно так. Я выхожу на сцену и вижу перед собой тысячи людей из 25 или 30 разных стран. Примерно половина из них из России. Из России. Они общаются, они любят друг друга. Между Украиной и Россией нет никаких проблем. Короче говоря, я преподавал там в течение недели, когда впервые туда поехал более 10 лет назад. Каждый день на протяжении целого дня. Действительно, там не стесняются выжать из проповедника все соки. Затем, конечно, после того, как я преподавал в течение 6-8 часов в день, мы начинали изгонять из людей демонов в течение еще 4-6 часов до глубокой ночи. Кстати, там самая вкусная еда в мире. Я вам скажу, что лучше всего меня кормили именно в Украине, ведь это поистине мировая житница. И вам это хорошо известно. Все продукты свежие, будто их только принесли с поля. Там живут невероятные люди. В любом случае, я приезжал в Украину год за годом, год за годом. Сегодня я увидел в новостях, что в Энергодаре это еще один украинский город, где находится атомная станция. Хоть мне и сложно это себе представить, но россияне бомбят эту станцию. И я подумал, вы что, с ума сошли? Я был там, я проезжал мимо нее. Это самая большая атомная электростанция в Европе, которая поставляет большую часть электроэнергии по всей Украине. Так что все это не выдумки. Я был на Майдане и гулял по нему в то время, когда украинцы свергли Януковича и выгнали его из страны, потому что он был всего лишь марионеткой России. Так что я хочу сказать, что всем сердцем сочувствую этим людям и хочу кое-что до вас донести, даже если мне придется уделить этому еще несколько минут нашего времени. Во-первых, в понимании Путина это священная война. Мы должны понимать, что он был в ярости, когда украинская православная церковь отделилась от русской православной церкви из-за ее связи с КГБ. и он жаждет объединить эти две духовные единицы в одно целое. Он, помимо всего прочего, считает это своей священной миссией. Такие вещи можно понять, только зная предысторию. Также нужно понимать, что этот конфликт уходит корнями к 10 веку, когда князь Владимир принес христианство в ту часть мира. Путин считает себя продолжателем дела князя Владимира, своего тезки, так сказать, поскольку хочет создать свой вариант религии. Ведь на самом деле он не верующий человек. И это для всех очевидно. Ведь сейчас он ведет себя как маньяк-убийца, диктатор-демагог. Но свою миссию он видит в том, чтобы восстановить нечто, что он считает основой власти русского народа, а именно русскую православную церковь. Но интересно то, что лишь вчера в прессе Великобритании появилась история о Валерии Соловей, который является известным в России политологом и когда-то работал профессором в Московском институте международных отношений, где получают образование все российские шпионы. Он говорит, что Путин страдает какой-то серьезной болезнью и что он со своим главным военачальником отправился в Сибирь на церемонию, проводимую шаманами, во время которой убили черного волка, чтобы его кровь вылечила его от той болезни, которой он страдает, и чтобы он одержал победу в войне с Украиной. Независимо от того, является ли эта история правдой или нет, у нее невероятно серьезный источник. И я не буду удивлен, если узнаю, что на самом деле это произошло. Я мог бы сказать гораздо больше на эту тему, но хочу добавить всего одно. Слава Украине! Это украинская булава. Когда Верховная Рада созывается на сессию, президент выходит с этой штукой, и это означает, что украинский парламент начинает очередную сессию. Мне ее подарили люди из Украины. Я вез ее в чемодане всю дорогу домой. Конечно, это копия той булавы, которую используют в парламенте. Поэтому я поднимаю ее от имени украинского народа, символизируя ту невероятную борьбу с врагом, в которую он вступил. Еще одно. Я только что получил письмо от епископа Андрея. Он мой близкий друг, и также он возглавляет более чем 500 церквей новое поколение по всей Украине, по всей Европе и в России. Он отчаянно умолял о помощи, и со своей стороны мы отправим им значительную сумму денег, чтобы помочь беженцам. Он сказал мне, что многие пасторы не пытаются выехать из страны, а остаются в Украине, чтобы позаботиться о людях, накормить их, приютить и предоставить им транспорт. Возможно, вы уже слышали об этом, но слава Богу за тех благочестивых пасторов, которые находятся там и трудятся, и не пытаются убежать, а ищут способ послужить нуждающимся. Да благословит вас Бог. Я молюсь, чтобы все наши слушатели щедро поддержали эту миссию, с которой вы уже отправляли людей в Польшу, в ходе которой они помогали беженцам. Спасибо. Спасибо за добрые слова и за то, что поделились этой предысторией по поводу того, что происходит в Украине, и включили в нее духовную составляющую, касающуюся мышления президента Владимира Путина. Доктор Боб, с чего началось ваше служение освобождения? Как это произошло? Как Бог призвал вас, и как вы начали заниматься служением освобождения? Расскажите нам, с чего все начиналось. Ну, когда-то я был рок-музыкантом, и таким образом зарабатывал себе на жизнь. А затем поступил в университет и собирался изучать медицину. Затем я стал христианином, и не был уверен, в каком направлении мне следует двигаться, пока не почувствовал, что мне нужно уйти из университета и найти себя. Я отправился в кругосветное путешествие, совсем один, купил билет и улетел. Среди тех мест, в которых я оказался, были Дальний Восток и Индия. Большинство американцев не понимают, что мышление жителей этих мест очень отличается от нашего. Сверхъестественное является частью их культуры. Африка, Индия, Азия. Жители этих мест поклоняются предкам. Даже христиане в этих местах порой играют за обе команды. Они стараются оставаться верными обычаям предков, или своего племени, или своего клана, или своим традициям. Я видел различные церемонии, в ходе которых в людей вселялись демоны. Знаете, у них начинались припадки, пена шла изо рта, они кричали, и объяснение всегда было одинаковое. Это наши боги входят в нас, чтобы дать нам силу. Я тогда подумал, должно быть, эти люди одержимы демонами. Я никогда не слышал ни о чем подобном в Америке. Поэтому я вернулся в Америку и сказал, «Хорошо, Господь, если это же происходит в Америке, покажи это мне». Затем, несколько лет спустя, это произошло не сразу, но ко мне начали подходить люди и разговаривать со мной, и через них начали проявляться демоны. Я начал спрашивать у пасторов, что мне с ними делать, но они не знали, что делать. С ними никогда не происходило ничего подобного. Так что я не мог понять, почему это происходит со мной. Затем я понял, что в этом как раз и заключается мое призвание. Я начал писать книги и преподавать на эту тему, а затем стал ведущим Национальной Объединенной Радиопередачи, которую вел в течение 20 лет. И затем слушатели начали мне звонить и демоны стали проявляться через них. Я начал изгонять демонов во время радиопередач. Кто вообще таким занимается, знаете? Расскажу вам одну историю, которую я редко рассказываю. Помню, как однажды, я очень отчетливо это помню, я уже занимался этим, наверное, 10 лет или даже меньше, наверное, 8 лет. Я был в Кейттауне в Южной Африке. Я очень устал. Я весь день изгонял демонов и поэтому лежал на кровати. Мне было едва за 30. И я подумал, «Боже, я больше так не могу. Это слишком тяжело, Господь. Никто больше этим не занимается. Никто не хочет этого делать. Почему я должен?» Я сказал, «Господь, забери у меня это служение. Я больше не могу терпеть. Давление слишком сильное». Ведь вам известно, как себя чувствуют люди, движущиеся в даре освобождения и участвующие в духовной войне. Это невероятное давление, постоянная критика и так далее. Я не услышал голос Бога, но почувствовал в своем духе, что Господь мне говорит, «Я заберу это служение у тебя на время, чтобы ты восстановил силы, а затем ожидаю, что ты вернешься к нему и сделаешь еще больше, чем делал до этого». После этого внезапно ко мне перестали приходить люди, одержимые демонами, в течение нескольких лет, и у меня была возможность передохнуть. И затем я понял, что мне на самом деле не так уж сильно нужен этот отдых, что я жил этим служением и жаждал видеть, как люди получают освобождение во имя Иисуса. И затем также внезапно помазание вернулось ко мне, словно мощный поток, и с тех пор не покидало меня. Я словно плыл по волнам движения Духа, по милости Божьей, и продолжил изучать этот предмет. Открыл свою школу экзорцизма и написал несколько книг на эту тему, и на данный момент их количество перевалило за 40 с лишним книг. Ведь это потрясающее служение, правда? Мне оно действительно нравится. Я каждый день вижу больше чудес за один день, чем среднестатистический служитель видит за всю свою жизнь. Я знаю, что вы тоже их видите, и это здорово и удивительно, правда? Доктор Боб, я просто хочу помочь некоторым людям понять контекст того, о чем вы говорите, что вы не просто много лет назад написали пару книг об этом вопросе, а теперь просто пожинаете лавры. Сколько личных случаев освобождения демонов вы видели в своей жизни, и когда вы в последний раз молились за чего-то освобождение? Ну, в последний раз я молился за освобождение человека всего пару часов назад, перед экраном того же компьютера, за которым сижу сейчас. Я изгнал демонов из женщин из Африки, которая пережила церемониальную операцию по удалению женских половых органов, характерную для ее племени, которой подвергались все девушки, достигшие совершеннолетия. С тех пор, как с ней это произошло, она пережила три операции в попытках восстановить функции ее организма. Я разговаривал с демонами, которые находились в ней, и духом колдуна, который это с ней сделал, и стал свидетелем того, как эта женщина получила полное освобождение и восстановление и стала женщиной Божьей, нашла мужа-христианина и смогла вернуться к нормальной жизни. Это всего лишь один из случаев за сегодняшний день, а я, как правило, общаюсь с шестью-семью людьми за день. Знаете, один из ваших сотрудников сидел и смотрел, как люди приходят ко мне один за другим шесть дней в неделю. Сегодня я служу людям больше, чем когда-либо, и делаю это более энергично, чем за все годы моего служения, и не вижу никаких признаков того, что поток людей замедляется. Я люблю это служение, а вы? Эй, люди, да, очень люблю. Друзья, поддержите доктора Боба Ларсона своими комментариями. Он генерал веры, который все еще принимает участие в битве, а не просто пожинает лавры того, что сделал 20 лет назад, и пишет об этом книге. Он участвует в битве по сей день, и это просто невероятно. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, особенно лично, вы спросите лучше меня и отлично знаете историю этой страны. Друзья, вы даже понятия не имеете, насколько умным, высокоинтеллектуальным, мудрым и опытным является этот человек и какими огромными познаниями обладает. Я хотел бы у вас спросить, служение освобождения было весьма непопулярным в ваши дни, что побудило вас выбрать именно такую неизведанную стезю в своем служении? У меня не было другого выбора. Это правда. Когда Бог призывает вас, вам может показаться, что у вас есть выбор, но на самом деле это не так. Если вы хотите иметь мир в сердце и добиться успеха в жизни, вам придется следовать Божьими путями. Но поворотный момент в моей жизни произошел тогда, когда я проповедовал в одной из пяти крупнейших на то время церквей в Америке. я был еще новичком в служении и меня пригласили проповедовать, знаете, так что для меня это было очень значимым событием. Я подумал, ух, это просто невероятно, знаете, пять тысяч человек пришло меня послушать. Я был очень взволнован, поскольку понимал, что этот пастор меня поддерживает, так сказать, и поэтому позволил мне проповедовать в своей церкви. я проповедовал очень сильную серию проповедей, если не ошибаюсь, в течение трех дней, и в последний вечер после того, как служение закончилось, ко мне подошла пятнадцатилетняя девочка и попросила, пожалуйста, помолитесь за меня. Я ответил, конечно. Затем я спросил, о чем я могу помолиться? Она сказала, у меня зависимость от мастурбации. Я не могу остановиться. Я подумал, ну, конечно, с кем еще бы ты могла об этом поговорить? И сказал, хорошо. Кто бы ни стоял за этим, я связываю тебя кровью Иисуса Христа. И через нее мгновенно проявился демон. Итак, я сделал то, что казалось мне правильным. Я позвал пастора и сказал ему, пастор, пожалуйста, давайте пойдем в ваш кабинет с этой девушкой. У нее демон. Это одна из двух или трех крупнейших баптистских церквей в Америке. Понимаете? Но это могла бы с таким же успехом быть и пятидесятническая церковь. Итак, мы заходим в офис пастора и там собрался весь его персонал. Демон начинает проявляться и пастор спрашивает, ну, что нам делать? Я сказал, мне кажется, что нам нужно пригласить сюда ее отца. Оказывается, ее отец был одним из диаконов церкви. Он приходит, они все сидят и смотрят на меня и я говорю демону, как ты вошел в эту девочку? Демон указывает пальцем на отца девочки дьякона и говорит из-за его увлечения порнографией. Я спросил у девочки, это правда? Ты нашла порнографию своего отца? В любом случае, демон был изгнан, она получила освобождение, я поехал домой, в следующее воскресенье утром кто-то прислал мне по почте кассету. Возможно, вы не помните, что такое кассеты, но они еще были в ходу в то время. Я их отлично помню. Это была запись с воскресной проповедью пастора. И, конечно, слухи об этом случае разлетелись по церкви с невероятной скоростью. Так что он вышел на сцену перед всей церковью и сказал, Боб Ларсон не является человеком Божиим. В этой церкви мы не изгоняем демонов и не верим во все это. Если вам кажется, что у вас есть демон, лучше уходите отсюда и найдите себе другую церковь. Я был просто подавлен, потому что этот пастор должен был стать моим путем к успеху и очень сердился на Бога. Знаете, я сказал, Бог, что происходит? Я сделал это для тебя и для этой девочки и такую благодарность я теперь получаю. Затем, пару дней спустя, я получил письмо по почте. Это было еще в то время, когда люди писали друг другу письма, а не текстовые сообщения. Как бы там ни было, это письмо было от той девушки. И она писала, я просто хочу поблагодарить вас. Вся моя жизнь изменилась. У нас с отцом произошел долгий разговор, он извинился, и знаете, вернулся к Господу. У нашей семьи все здорово, и поэтому я просто хочу, чтобы вы знали, как сильно я ценю то, что вы сделали. Я по сей день помню, как сидел в своем кабинете и вдруг почувствовал, как Святой Дух говорит мне, кому ты хочешь угодить? Человеку или мне? Готов ли ты помочь одному человеку, который для меня ценнее тысяч? Пастор Влад, я в тот день сделал этот шаг, и с тех пор моя жизнь уже не была прежней. Мне кажется, что когда вы участвуете в такого рода служении, и вам это известно, ведь вы находитесь на передовой, как Исаис, Альдивар, и многие другие, кто является частью этой новой волны пробуждения. Вам придется заплатить огромную цену, чтобы помочь хотя бы одному человеку, всего одному человеку за раз, и привести его к Иисусу, помочь ему получить исцеление и освобождение, и это важнее любой похвалы. Вот такой поворотный момент произошел в моей жизни. Это просто удивительно. У меня буквально мурашки по коже бегают, когда я слышу об этом. Спасибо за то, что поделились с этой историей, ведь мне кажется, что подобный поворотный момент произошел в жизни каждого человека, который участвует в служении освобождения. Рано или поздно вам придется принять решение, будете ли вы угождать Богу и делать то, что делал Иисус, а не то, что считается популярным. Доктор Боб Ларсон, чем современное служение освобождения отличается от того, что в нем происходило, когда вы только начинали? Это очень хороший вопрос. Во-первых, тогда нас было не так много, как сейчас, и это здорово. Во-вторых, складывается такое впечатление, что демоны стали сильнее и непокорнее. И знаете, раньше мы изгоняли из людей одного или двух демонов. Такого почти никогда не происходит сейчас. У большинства людей есть пять или десять демонов, ведь сейчас существует много разных способов, с помощью которых люди могут стать одержимыми. В наше время не было движения New Age, никто не занимался йогой, никто не медитировал бездумно, никто не слышал о нетрадиционной медицине рейки. Никто не знал об исцелении энергией. Я могу продолжать до бесконечности. Всего этого не существовало, люди грешили, но в наше время не было метамфетамина, зависимости от опиоидных препаратов, три четверти детей в старших классах средней школы не курили травку, мир был совершенно другим, поэтому демоны в наше время осмелели, активизировались, стали непокорными и практически ничего не боятся. Так что сегодня изгонять их сложнее, чем тогда. Для этого нужно большее помазание, большее посвящение, большая верность Богу. Но слава Богу за таких людей, как вы и многие другие, которых Бог поднимает. Ведь даже тогда я был самым молодым служителем, двигающимся в этом даре. А я был примерно вашего возраста. И больше никто, кто был бы моего возраста, этим не занимался. Слава Богу за то, что сегодня поднимаются молодые люди, такие как вы, полные энергии, энтузиазма и смелости. И им все равно, что о них подумают, которые идут и служат людям. Современный мир очень отличается. Слава Богу. Также мне очень нравится то, что, как вы подчеркнули, сегодня у людей есть намного большая потребность в этом служении из-за распространения колдовства. Ведь одним из самых популярных каналов на ТикТоке является тот, в котором ведутся разговоры о ведьмах, и многие люди демонстрируют, как заниматься колдовством. Раньше такое можно было увидеть только в Африке или в Сибири или в тех уголках мира, где, к примеру, не было интернета, и люди могли обратиться за помощью либо к Богу, либо к шаману. Но здесь речь идет об образованных парнях, симпатичных девушках. Целое поколение в современном обществе занимается колдовством. Люди, которые ходят из церкви, не становятся атеистами, а ищут духовности, исключая из нее Иисуса. Сейчас, когда мы проводим конференции, то видим, как через людей проявляются те же демоны, что и в Африке и в других странах, потому что колдовство стало намного более распространенным. Я согласен с вами, что почти во время каждого освобождения из людей выходит семь, двадцать, тридцать демонов. Прежде чем мы поговорим о психических расстройствах, можете ли вы объяснить разницу? И вы это очень хорошо делаете в своих книгах, видео и обучающих материалах. о разнице между демонами и твердынями и о том, что такое открытые двери, какие существуют открытые двери для демонов, а также о том, что такое твердыни и в чем заключается разница между этими двумя понятиями. Ведь некоторые люди думают, что это одно и то же. Не могли бы вы нам объяснить, какая разница существует между демонами и твердынями, прежде чем мы поговорим о психических расстройствах? Прекрасный вопрос. У вас в жизни может быть духовная твердыня, но при этом не быть демона. Это нечто такое, что появляется в ваших эмоциях, в вашей сущности, в вашем разуме, в вашей душе, в ваших чувствах, в вашем мышлении, к чему может прилепиться демон. Он может жить в этой твердыне, а может и просто прилепиться к ней. Большинство людей называют это преследованием. И это попросту означает, что к любому негативному чувству, либо страху, либо гневу, либо ненависти по отношению к себе, может прилепиться демон. Если он прилепится к нему достаточно надолго, то найдет способ проникнуть внутрь и получить законные права, о которых я очень подробно говорю в своей школе экзорцизма. Это такая формальность, за которую держится демон. Если у него есть законное право, скажем, если вы занимаетесь колдовством, вам нужно отречься от него и избавиться от всего, что с ним связано, разрушить проклятие, связанное с ним. И этого будет достаточно. Демон уйдет из вашей жизни. Но твердыня — это нечто иное. Законные права — это то, с помощью чего демон проникает в жизнь человека. А твердыня — это то, благодаря чему он остается. Итак, если демону удастся построить твердыню в жизни человека, то есть заразить его разум и внедрить в него то, что ему было поручено внедрить, будто бунт, депрессия или гнев, будет гораздо сложнее его изгнать. Да, иногда изгнать злого духа можно мгновенно, это правда. Но в большинство случаев твердыню можно разрушить лишь постепенно, покорившись Христу, как сказано во 2 Коринфянам 10.4, пленяя свои мысли в послушании Христу. Но это целый процесс. И в одной из ваших книг вы отлично объясняете, что для этого нужно запастись терпением и вести длительное сражение за господство в вашем разуме. Вот в чем заключается существенная разница. Твердыни невозможно разрушить мгновенно. Да, иногда можно изгнать из человека дух гнева или дух отвержения, но даже если вы это сделаете, демон, стоящий за этим, может уйти, но ущерб, который нанес человеку в психологическом плане, никуда не исчезнет, ему придется постоянно сражаться, чтобы восстановить свою жизнь и сделать ее такой, какой она была до того, как ее разрушил сатана. Прекрасное объяснение. Доктор Боб Ларсон, в чем заключается разница между психическими расстройствами и демонами? Стоит ли за каждым психическим расстройством демон, или некоторые расстройства являются чисто физиологическими, когда человек нуждается в соответствующем лечении? Не могли бы вы более подробно объяснить нам, прежде чем мы поговорим о различных психических расстройствах, в чем заключается различие между психическими расстройствами и демонами? Это очень обширная тема. Поэтому, для начала, давайте осознаем, что источником любого психического или психологического расстройства может быть либо вмешательство и воздействие на человека демонов, либо они могут его использовать в своих целях, если у человека ранее уже существовало определенное психологическое расстройство. Между этими двумя понятиями может пролегать очень тонкая грань. И поэтому важно задавать человеку правильные вопросы, чтобы разобраться, есть ли у кого-то, кто обращается к вам за молитвой, определенное расстройство, вызванное неврологией или, возможно, неправильным питанием. В организме человека могут происходить всевозможные процессы, к примеру, гормональный дисбаланс, различные заболевания щитовидной или шишковидной железы. Все это может повлиять на возникновение у человека хронического заболевания. Не обязательно быть врачом или иметь глубокие познания психологии, но, безусловно, можно задавать человеку определенные вопросы. Знаете, как долго он находится в таком состоянии? Что его вызвало? Это один из самых важных вопросов. Я часто спрашиваю людей, он всегда был таким или что-то произошло в его жизни в определенный момент, какое-то травматическое событие или несчастный случай, из-за которого изменилось его психическое состояние. Таким образом, мы пытаемся понять, насколько состояние человека поддается лечению, нужно ли ему принимать какие-то лекарства. К счастью, медицина уже успела придумать различные препараты, которые действительно помогают при психозе и различных формах психической нестабильности. Очень часто у человека может быть демон, которого все равно нужно изгнать, но порой вам не удастся добраться до демона, пока вы не стабилизируете психическое состояние человека. Здесь не существует универсального способа решения проблемы. Нам нужно подходить к вопросу очень осторожно и задавать как можно больше вопросов. Нельзя просто наброситься на человека, начать возлагать на него руки и изгонять демонов. Это крайне опасно. Вот один из первых вопросов, которые я задаю человеку, если он говорит, что его сын шизофреник, или он сам шизофреник, или что-то в этом роде. Есть ли у вас какие-либо подтверждения с медицинской точки зрения? Обращались ли вы за помощью к психиатру? Были ли вы на приеме у психолога? Готов ли кто-то подтвердить ваши слова? Ведь многие люди сами ставят себе и своим родственникам диагноз. Знаете, они просто делают определенные предположения, потому что у человека возникают ненормальные мысли. Возможно, у него просто есть демон. Я знаю, что мой ответ может показаться вам немного запутанным, но это весьма непростой вопрос, в котором нужно разбираться постепенно. Я очень осторожно подхожу к подобным вопросам. Я изучаю человека, изучаю его реакцию, наблюдаю за его поведением, пытаюсь понять, вписывается ли данный случай в один из шаблонов, которые я успел выявить за годы своего служения относительно различных способов выражения человеческих эмоций, которые могут свидетельствовать о наличии у человека пограничного состояния, психоза или бреда. Если кто-то приходит ко мне и говорит, и это происходит, кстати, довольно часто, «Знаете, правительство вшило мне в голову чип. Президент Байден следит за каждой моей мыслью». Я смотрю на такого человека и говорю, «Честно говоря, я не думаю, что вы настолько важны для правительства Соединенных Штатов, чтобы оно заботилось о том, что происходит у вас в разуме». Я не пытаюсь вас оскорбить, но давайте поговорим на чистоту. Это ваша выдумка. Это симптомы психоза. Но когда кто-то говорит, что слышит голоса, это уже совсем другое дело. Является ли это проявлением диссоциативного расстройства личности, когда в разуме человека как будто уживаются несколько разных личностей? Или это демоны? Или человек начинает терять связь с реальностью? Поэтому нельзя спешить, когда общаешься с человеком. Итак, что вам говорит этот голос? Кто он такой? Есть ли у него имя? Что он пытается сделать? Вот одно очень простое, хоть и эффективное правило. Этот голос в разуме человека — это психическая нестабильность. Является ли она попыткой уничтожить этого человека или кого-то еще? Если она пытается уничтожить человека или кого-то другого, я склонен думать, что у него может быть демон. Я специально делаю паузу в этом месте, потому что в подобных ситуациях трудно дать быстрый ответ. Да, да, я согласен. Для тех из вас, друзья, кто смотрит это видео, это очень обширная тема. И мы вскоре выпустим обучающий курс, который нам, кстати, помог составить доктор Боб Ларсон. У него самого есть школа экзорцизма. Это обучающий курс, который я сам прошел, и мы призываем всю нашу команду пройти его, в котором он очень подробно разбирает различные психические заболевания и то, как с ними бороться. Возможно, некоторые из вас услышат то, что говорит доктор Боб Ларсон, и скажут, ну, знаете, Иисус этого не делал, Он просто изгонял из людей демонов. И было несколько таких случаев, когда у людей были психические расстройства. Он просто изгнал из них демонов, и все было здорово. Друзья, это очень западный подход, который является совершенно не библейским. Как бы вы отреагировали на нечто подобное? Мне кажется, что это довольно простой вопрос. Во-первых, в обществе того времени не было развита медицинская терминология, с помощью которой можно было бы описать некоторые психические расстройства. Поэтому у Иисуса не было возможности на словах объяснить людям, что это такое. Нам же известно, кто такой Фрейд, и мы смело используем такие термины, как сознание, подсознание, психоз и так далее. Все эти слова возникли совсем недавно. Чуть более ста лет назад. Но во времена Иисуса их не существовало. Во-вторых, в Библии, когда Иисус изгонял демона, очень часто говорится, что Он исцелял людей. Ведь освобождение также является своего рода исцелением. Я верю, что очень часто Он на самом деле исцелял людей от психических расстройств, как в случае с человеком, одержимым легионом демонов. Кроме того, то, о чем мы читаем в Библии, это записанные повествования о происходящих событиях, в которых весьма кратко излагаются явления, которые могли длиться в течение определенного времени. Возможно, между Иисусом и этими людьми происходили диалоги и разговоры, о которых умалчивает Библия. Я уверен, что Иисус не всегда просто подходил к человеку и что-то делал. Бывали такие случаи, когда он совершал несколько различных шагов, чтобы исцелить кого-то или освободить от демонов. Поэтому мне кажется, что в данных примерах есть много такого, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Важно то, что терминов, с помощью которых можно было бы точно объяснить происходящее, тогда еще не существовало. Поэтому в Библии сказано, что Он исцелял людей. Но вот что еще очень важно. Прежде всего, в распоряжении демонов в наше время есть намного большее количество проклятий. Эти проклятия являются более продолжительными и, как я уже упоминал ранее, обладают гораздо более разрушительной силой и поэтому способны разрушить разум человека. Во времена Иисуса не было метамфетамина, опиоидных препаратов, крека или кокаина. Так что все это лишь усугубило психические расстройства, которыми страдают люди. Кроме того, люди в то время жили очень сплоченными семействами. Конечно, были и такие люди, которые жили как отшельники и потому страдали от одиночества, но вовсе не так, как в наше время. Так что нам приходится приспосабливаться к тем временам, в которые мы живем, и нести людям весть об освобождении и исцелении Христа так, как Святой Дух побуждает нас делать в эту новую эпоху. Здорово. Спасибо за то, что подчеркнули это, ведь я заметил, что многие люди получают это откровение или призвание от Бога изгонять демонов и начинают весьма успешно и эффективно двигаться в даре освобождения. Но затем начинают в каждом человеке, особенно страдающим аутизмом, знаете, расстройствами обучения, шизофренией, биполярным расстройством, пограничными состояниями, видеть демонов. И порой даже пытаются изгнать из него демонов, но у человека все равно продолжаются припадки прямо на сцене или при личной встрече, но ему говорят, «Нет, все в порядке, вы свободны». И даже доходят до того, что советуют таким людям перестать принимать лекарства, которые, знаете, им помогали справиться не с духовной, а с физической проблемой, с которой сталкивался человек. Мне кажется, что многие христиане не понимают, что мозг — это физический орган. Они почему-то считают, что мозг и разум — это одно и то же, поскольку люди настолько малообразованы и имеют скудное познание в вопросе духовной войны, что верят только в освобождение. Но также есть некоторые люди, которые так сильно сосредотачиваются на психическом здоровье, что совершенно отрицают сверхъестественную составляющую служения освобождения и экзорцизма. С какими наиболее распространенными психическими расстройствами вы сталкивались, которые служители, двигающиеся в даре освобождения, ошибочно принимают за демонов? Шизофрения, несомненно, возглавляет этот список. Это такое состояние, которое больше всего напоминает то, что мы привыкли называть демонизацией. Это состояние, из-за которого люди теряют связь с реальностью и у них развивается психоз. По сути, это означает, что их разум неправильно воспринимает реальность. Так что, когда люди начинают слышать голоса, повелевающие им совершить абсолютно абсурдный поступок, к примеру, убить кого-то, причинить себе вред, порезать себя или совершить самоубийство, очень легко прийти к выводу, что это демон. Но это не обязательно так. Демоны делают нечто подобное. И порой демоны создают в разуме человека такое состояние, что им удается выйти из человека и перейти к кому-то другому. Но у бедного человека после этого полностью разрушена психика, разрушены эмоции. И из этого он ведет себя так, будто у него все еще есть демон. Хотя демон уже давно вышел из этого человека. Как будто дьявол пришел, толкнул вас, и вы упали и сломали руку. А он идет и атакует кого-то другого. Он толкает кого-то другого, но у вас все равно сломана рука. И поэтому нужно сперва вылечить вашу сломанную руку. Сломанная рука в данном примере чем-то напоминает надломленный разум. Поэтому когда люди утверждают, что страдают от галлюцинаций, видят или слышат то, чего нет, я делаю следующее. Когда кого-то приводят ко мне в таком состоянии, я наблюдаю за жестами и обращаю внимание на стремление избежать зрительного контакта. Знаете, если человек сидит и в течение 30 минут не может на меня взглянуть, либо демон не хочет, чтобы он на меня смотрел, либо он сам не способен поддерживать зрительный контакт с другим человеком, потому что из-за психических заболеваний все время живет в своем собственном замкнутом мире. Я ищу в человеке признаки беспокойства, ведь демоны могут сделать человека беспокойным, но при этом агрессивным. Но я могу сказать одно. Я видел невероятные перемены в жизни людей, как только мне удавалось преодолеть барьер в виде симптомов, присущих человеку, страдающему психическими заболеваниями, и добраться до демона, который на самом деле за ними скрывается. А ведь некоторые люди, двигающиеся в даре освобождения, не хотят этого делать. О, это аутизм, значит у вас есть демон. О, это шизофрения, значит у вас есть демон. О, у вас маниакально-депрессивный синдром, значит у вас есть демон. Да, может и так, но если человек не пройдет процесс исцеления, вы причините ему вред, загоните демона еще глубже и снизите вероятность того, что ему удастся реально помочь. Просто невероятно. Что такое диссоциативное расстройство идентичности? Насколько распространенным оно является и как с точки зрения служения освобождения помочь человеку, который им страдает. Диссоциативное расстройство идентичности это, говоря простым языком, наличие у человека множественных личностей. Это не шизофрения, это не раздвоение личности. Все это является наиболее распространенными заблуждениями относительно диссоциативного расстройства идентичности. Ведь человек не разделяется на двух разных личностей, а просто имеет такой склад ума, который формирует в нем другую идентичность и почти всегда это связано с пережитой травмой. Можно сказать, что у 30-40% людей, с которыми я работаю, существуют неразрешимые проблемы. Они были на приеме у всевозможных служителей, двигающихся в даре освобождения. Но им не стало лучше, ведь никто не был в состоянии подтвердить, что у них в разуме присутствуют другие идентичности. Итак, когда у человека есть проблема, и предположим, что он христианин, но что бы он ни делал, как бы ни дисциплинировал себя, как бы ни постился, сколько бы ни молился, сколько бы ни читал Библию, сколько бы ни пытался получить внутренний исцеление и так далее и тому подобное, в нем все равно остается частичка, пытающаяся делать что-то нерациональное, противное его вере. Почему? Иногда источником такого поведения не является демон. Давайте предположим, что, к примеру, Сьюзи в детстве пережила сексуальное насилие или неоднократно подвергалась инцесту. Подобное является весьма распространенным в Америке. Это произошло, когда она была маленькой. Она никогда никому об этом не говорила. Она не знает, как это пережить. Она живет в постоянном страхе из-за того, что ее отец с ней сделал. Как после такого выжить, не пережив полноценный психический срыв? У людей, которые не могут отрешиться от произошедшего, развивается психоз, психические заболевания, они теряют связь с реальностью. Это их защитный механизм. Или они начинают употреблять алкоголь, наркотики, заниматься сексом или делать что-то еще, чтобы заглушить боль. Но некоторые люди, особенно христиане, оказываясь в ситуации, которая является крайне несправедливой с точки зрения христианского учения, частично отделяются в своем разуме от той личности, которая пережила травму. Поэтому вся боль, сожаление, эмоции и пережитая травма переносится не на личность Сьюзи, а на личность Мэри. У этой новой личности даже есть свое собственное имя, и поэтому при работе с таким человеком, я наблюдаю за ним и спрашиваю у его близких и друзей. Она иногда ведет себя, знаете, как ребенок. Некоторые мужья признаются, у моей жены самая большая коллекция плюшевых мишек на планете, я понимаю, вот оно. Она просто любит обнимать своих плюшевых мишек. Ладно, но почему? Много ли взрослых людей в мире это делают? Не очень. Итак, она впадает в детство или регрессирует, и когда она чувствует себя безопасно, ребенок, живущий внутри нее, выходит наружу. По сути, как я учу об этом в своей школе экзорцизма, существует определенный процесс, в ходе которого вы учитесь замечать подобные моменты. И в таких случаях, даже если вы не являетесь профессионалом в данном вопросе, просто попросите Святого Духа направлять вас и давать возможность спросить, есть ли кто-то внутри Сьюзи, у кого есть тайна, которая хотелось бы со мной поделиться? Ко мне пару дней назад пришла женщина, которая внезапно начала рыдать и вся сжалась, как маленький ребенок. И тогда я очень мягко спросил, как тебя зовут? Она начала говорить со и описывать сексуальное насилие, которое пережило. И я спросил, ты кому-нибудь об этом рассказывала? Нет, я не могу никому об этом сказать, потому что пытаюсь защитить большую тетю и уберечь ее от беды. Очень часто человек, страдающий диссоциативным расстройством личности, не помнит о произошедшем, зато одна из его личностей об этом помнит. Но когда он получает исцеление, воспоминания начинают к нему возвращаться. Существует очень много грамотных людей, которые знают, как помочь человеку получить внутреннее исцеление. К сожалению, некоторые из этих людей, которые знают, как помочь человеку получить внутреннее исцеление, не верят в изгнание демонов, потому что практически всегда в жизни такого человека есть демон, вызвавший подобное расстройство. Ведь человек держит в сердце гнев, стыд и травму. Просто невероятно. мне кажется, что всем, кто смотрит это видео, также важно понимать кое-что по поводу лекарств. Вы дали мне этот совет однажды, когда я спросил, а знаете, что делать, когда к вам приходит кто-то, кто принимает лекарства, к примеру, от депрессии, назначенной врачом. Таким людям нельзя сразу после того, как они получили освобождение, отказываться от приема лекарств и провозглашать себя здоровыми. Как вы поступаете в подобных случаях? Я считаю так. Если вы действительно получили исцеление в теле и разуме, доказательства этого рано или поздно станут очевидными и вы сможете нормально функционировать. Но не стоит сразу отказываться от лекарств ведь у них есть побочные эффекты и у человека может обостриться психоз и это может навсегда навредить его психике из-за тех процессов, которые происходят в теле человека и того, что у него могла выработаться зависимость от медикаментов. Это физический вопрос, а не духовный. Поэтому я всегда советую людям обратитесь к своему врачу или психиатру. Скажите ему, что вы верите, что Господь вас исцелил, но вы хотели бы с его помощью постепенно перестать принимать лекарства, при этом находясь под его наблюдением. И тогда это принесет славу Богу. У врачей есть много ужасных историй о том, как их пациенты приходили к ним и начинали утверждать, что получили исцеление, но в итоге их состояние лишь ухудшилось. Это так здорово. Мне кажется, что это очень мудрый совет для всех нас. На самом деле, когда вы говорили о психических заболеваниях, я читал комментарий и наткнулся на комментарий одной женщины. Я не буду упоминать ее имя, но она пишет следующее. Я больше не привожу своего сына, страдающего аутизмом, в церковь, потому что к нам постоянно подходят и пытаются кого-то из него изгнать, и от этого его поведение лишь ухудшается. Мне приходится поскорее забрать его из церкви и уйти. Я был свидетелем чего-то подобного. Это действительно происходит в церквях, особенно в пятидесятнических и харизматических, где служители особо ревностные. Помню, как однажды к нам пришла женщина с опухолью головного мозга, и из-за этой опухоли у нее могли непроизвольно начаться судороги. Все собрались и начали изгонять из нее демонов, и мне пришлось остановить служение и сказать «Стоп, секундочку! Кто-то хотя бы узнал, что с ней происходит. У нее припадок из-за опухоли, а не из-за демонов». Дело не в том, что демоны не могут вызывать у людей припадки, но мне нравится, как вы говорите, что мы должны сначала задавать людям вопросы. Мы не можем делать преждевременные выводы, во всем винить демонов, и использовать служение освобождения как универсальное средство от всех недугов. Мы должны разговаривать с людьми. Даже Иисус, когда к нему привели мальчика, у которого были приступы эпилепсии, не стал изгонять демонов, а начал задавать вопросы его отцу о том, как долго это с ним происходит, с чего все началось. Именно поэтому важно общаться с родными человеками, с ним самим, а не начинать сразу кого-то из него изгонять. Что бы вы посоветовали людям или церквям, которые сразу набрасываются на людей, детей аутистов, всех, у кого начинаются припадки и утверждают, что во всем медоватые демоны? Что бы вы могли им сказать? Ну, в большинстве случаев у них благие намерения. Просто они не сильно образованы в вопросах психического и физического здоровья. Бог использует много различных способов, чтобы исцелить разум и тело человека, но нам комплексно. Так что врач вам не враг. Психиатр скорее всего вам не враг. Дьявол ваш враг, но все остальные люди нет. Если только, знаете, ваш лечащий психиатр вам не говорит, пожалуйста, отправляйтесь в Тибет и помедитируйте там с Далай-Ламой. Тогда вам, возможно, стоит пересмотреть то, насколько ему можно доверять. Но подходите к этому вопросу с большой осторожностью. Приобретайте знания, ведь у нас есть потрясающее средство под названием интернет. Загуглите, чем характерны различные психические расстройства. Зайдите на определенные сайты, посвященные здоровью, и узнайте, что на них говорится о том или ином психическом расстройстве. Есть замечательные источники, к которым можно бесплатно получить доступ и почерпнуть из них информацию. Не стоит слушать проповедников, которые говорят, любой ребенок, страдающий аутизмом одержим. Я совсем недавно видел нечто подобное в интернете. Это демон, у вашего ребенка аутиста демон. Какое ужасное бремя это возлагает на его родителей. Действительно, это просто ужасно, потому что теперь, если их ребенку не станет лучше, у них будет недостаточно веры, чтобы доверять Богу. Их будет мучить чувство вины, и поэтому возлагать такое время на людей, это просто ужасно. Что бы вы посоветовали родителям, у которых есть дети, страдающие психическими расстройствами или заболеваниями? Как им пройти через этот процесс исцеления и освобождения? Как бы вы их приободрили? Мне тут пришлось слегка поправить свою камеру. Прежде всего, обращались ли вы за помощью к медикам? Поставил ли кто-то вашему ребенку конкретный диагноз? Общались ли вы об этом с его лечащим врачом? Если да, то что он вам сказал? Я не говорю, что вы должны безоговорочно принять то, что он сказал, но, по крайней мере, вам стоит прислушаться к тому, что он говорит. Я скажу вам, пастор Влад, большинство людей, которые приходят ко мне с такими вопросами, ни разу не обращались со своим вопросом ни к одному врачу. Они против врачей и потому не хотят разговаривать с врачами. Ладно, но у этих людей есть соответствующее образование. К примеру, моя старшая дочь заканчивает мединститут и вскоре станет медиком. И такие люди много чего знают. У них нет ответов на все вопросы. Они не бог, но они могут помочь. Поэтому давайте действовать поэтапно. Знаете, сначала поговорите с врачом. Врач может порекомендовать вам обратиться к психологу, психиатру, социальному работнику или психоаналитику. Послушайте, что вам скажет этот человек, взглянув на ваши симптомы со стороны. Причина появления этих симптомов очень важна. Она может быть духовной. Но давайте сначала разберемся, о чем свидетельствуют ваши симптомы. Являются ли они общепринятыми для людей вашего возраста, оказавшихся в подобных жизненных обстоятельствах? Совпадают ли они с симптомами, которые ваш лечащий врач возможно уже неоднократно наблюдал в жизнях других своих пациентов? Да, это не означает, что вы не должны молиться об этом, поститься и просить Господа устранить эти симптомы, а лишь означает, что у вас появится возможность выяснить, с чем вы имеете дело. Порой за некоторыми симптомами действительно стоит демон, но этого демона нужно разоблачить, удалив поверхностные слои, за которыми он может прятаться, то есть симптомы, определенного поведения, за которыми может прятаться демон. Таким образом он будет разоблачен. Помню, как однажды ко мне пришел мужчина, привел своего сына и сказал, мой сын аутист и у него есть демоны. Так что я, знаете, сразу был настроен очень скептически и поэтому сказал, чем вы зарабатываете себе на жизнь, уважаемый? Он ответил, я педиатр. Смотрите, я проанализировал его состояние с медицинской точки зрения во всех возможных направлениях. Я сказал, хорошо, в таком случае я попытаюсь поговорить с демонами. И всего через пару минут я уже разговаривал с демонами, которые были у этого маленького мальчика. Его отец, кстати, впоследствии прошел мою школу экзорцизма и научился самостоятельно изгонять демонов и своего сына. Но прежде он обратился к своим коллегам и с их помощью сделал врачебное заключение и исключил все остальные христианам нужно избавиться от так называемого мистического мышления, магического мышления, которое заключается в том, что можно полностью наплевать на медицину, на психиатрию, нам это все не нужно или что еще хуже, это все дьявол виноват. Так что мы отбросим все остальное и сгоним дьявола и человеку сразу станет лучше. Особенно, если у него есть диссоциативное расстройство идентичности и присутствует альтернативная личность, которая пытается защитить этого человека, потому что он подвергся насилию, что произойдет. Вы станете для него новым обидчиком. У вас благие намерения, но человек попытается еще больше закрыться в себе и вам, скорее всего, никогда не удастся ему помочь. Ух, здорово. Это все чистая правда. Знаете, для нас в нашем служении освобождения эта тема стала очень важной и мы даже начали сотрудничать с местными психотерапевтами и психологами и направлять к ним всех, кто получил освобождение и кто пережил травму или насилие. Знаете, после того, как мы помогли им пройти процесс внутреннего исцеления, поскольку мы не являемся психологами, я не являюсь профессиональным психиатром, но очень часто пасторы думают так, ну, знаете, мы знаем три стиха из Библии из 22-го псалма, и поэтому мы просто проведем человека через процесс внутреннего исцеления и этого будет достаточно. У апостолов не было ученых степеней по психологии, поэтому и нам не нужны все эти лишние знания. Но апостолы также не ездили на машинах, знаете, и не делали многое из того, что делает нашу жизнь в современном мире лучше. Да, мы не обязаны все это делать. Мы можем ездить на лошадях, но мы пользуемся технологиями и преимуществами развитости современного мира и извлекаем из них выгоду, ведь они облегчают нашу жизнь. Но когда речь идет о психическом и также физическом здоровье, никто, к примеру, не использует такой подход к своему физическому здоровью. Все мы сразу обращаемся к врачу, и мне кажется, что особенно в пятидесятнических и харизматических кругах люди настроены против врачей и медицины. И мне даже пришлось обратить на это внимание людей в нашей собственной церкви, когда однажды человек вышел на сцену и начал делиться своим свидетельством об исцелении, знаете, порицать своего лечащего врача. Врач мне сказал это и это, потому что врачу нужно было поставить ему какой-то диагноз. А я сказал ему, я связываю тебя, дьявол. Так что я отвел этого человека в сторону и сказал, слушайте, врач не дьявол, он не хотел причинить вам вред, он проходил обучение 12 или 14 лет, чтобы вам помочь, он не пытается вас убить, а хочет вам помочь. Почему вы в своем свидетельстве нападаете на своего лечащего врача? Вы ведь изначально пошли на прием к врачу, и вы все равно пойдете к нему, если с вами произойдет что-то плохое. Вы не обратитесь ко мне, а пойдете на прием к врачу, если знаете, с вами случится сердечный приступ. Вы не будете звонить своему пастору, вы будете звонить в службу спасения. Так почему вы критикуете и поносите врача, который не считает вас врагом? Мне кажется, что порой христиане, особенно страстные, молодые и харизматичные, у которых благие намерения, хотят прославить Бога, но вам не нужно плевать на все остальное, что Бог использует в данный момент, чтобы воздать Ему славу. Бог все равно будет прославлен, поскольку Он благословляет этих врачей знаниями. Поэтому мне кажется, что нужно добавить в процесс освобождения такую составляющую, как внутреннее исцеление, как медицина, как работа психотерапевтов и психологов, особенно в случаях, к которым демоны не имеют никакого отношения, или когда у вас нет соответствующего опыта в определенных сферах. Вместо того, чтобы думать, что мы все профессионалы, которые знают, что делают, нужно понять, что в некоторых ситуациях мы понятия не имеем, что делать. Это нужно признать и сказать, «Эй, я могу справиться с демонами, но когда речь идет о чем-то другом, мои знания ограничены, и я вам могу помочь начать этот процесс, но после этого буду вынужден направить вас на консультацию к профессионалу». Кстати, мы как поместная церковь платим за наших членов церкви, чтобы они могли обратиться к таким врачам, которых мы им советуем. Потому что некоторые люди говорят, «Я не могу себе этого позволить». Так что мы помогаем им избавиться от этого оправдания. И тогда, когда человек получил освобождение, но при этом все равно пережил боль в прошлом, мы, кроме всего прочего, служим членам нашей церкви таким образом, оплачивая услуги определенных местных психотерапевтов и психологов, которые предоставляют подобные услуги, и поэтому тесно с ними сотрудничаем. Я искренне огорчаюсь, когда вижу служение освобождения, в котором лидеры разгорячаются и причиняют боль, как вы говорите, и вредят людям, не понимая, что делают. Они не делают это преднамеренно, но вредят людям больше, чем помогают. Я хотел бы задать вам вопрос, касающийся освобождения. Возможно ли получить освобождение самостоятельно, изгнав демонов из самого себя? Если да, то в какой мере? Да, это возможно. Но в основном, в более простых случаях, а не тогда, когда демоны прочно окопались в душе и духе человека благодаря пережитой им травме или родовым проклятиям, которые длились несколько поколений и от которых необходимо отречься. Проблема заключается в том, что в ходе самоосвобождения невозможно объективно оценить свое собственное внутреннее психическое или духовное состояние. Знаете, именно для этого нужны Божьи мужчины или женщины, чтобы они проговорили в вашу жизнь то, что Господь им показывает и что вам нужно изменить. Если у вас есть проблема, очень часто вы являетесь причиной этой проблемы, поэтому вы не можете быть достаточно честными с самими собой. Кроме того, с практической точки зрения, давайте предположим, что вы пытаетесь самостоятельно получить освобождение, но у вас есть дух Люцифера и Левиафана. Как от них избавиться? Что для этого делать? Если вы скажете, Левиафан, я приказываю тебе во имя Иисуса выйти из меня. Ааа, я никуда не уйду. Но я приказываю тебе. Это просто смешно. Вы не сможете самостоятельно переключаться между своим собственным сознанием и той сущностью, которая в вас живет. Как в ходе служения освобождения, когда служитель объективно воспринимает феномен наличия в человеке демона и приказывает ему выйти из человека. А тот отвечает, нет, я не буду этого делать по той или иной причине и так далее. Затем, если добавить к этому всему диссоциативное расстройство идентичности, когда другие множественные личности находятся в мозге человека, то у вас ничего не получится. Но если это относительно незначительный и простой случай духовного порабощения, и вы можете надлежащим образом подготовиться к самоосвобождению, то это отличный инструмент, который способен использовать опытный служитель, двигающийся в даре освобождения. Но у вас ничего не получится без надлежащей подготовки, так что даже не старайтесь. Очень хороший и прекрасный совет. Кто-то задал вопрос в чате, так что я его повторю. Если у человека один или два раза в год наблюдается сезонное обострение психоза, нуждается ли он в освобождении или в лекарствах? Если у вас сезонное аффективное расстройство, это часто бывает связано с циркадными ритмами, с положением солнца в небе? И то, как это влияет на человека с точки зрения неврологии, может быть довольно сложным вопросом. Мы неоднократно слышали о кабинной лихорадке, и это вполне реальное расстройство. Мне кажется, что человек, страдающий ним, может находиться во власти демона, и демон может взять его симптомы и лишь усугубить их. Но если вам удастся сперва разобраться с симптомами, это сделает демона беззащитным. Здорово, просто здорово. Я знаю, что вам часто задают этот вопрос, но что делать человеку, который получил освобождение, но затем демоны все равно начинают проявляться через него, означает ли это, что он не получил освобождение? Ведь я знаю, что критики служения освобождения часто используют этот аргумент против служения освобождения. «О, смотрите, этот человек бесновался во время служения Боба Ларсона, затем бесновался во время служения другого человека», и именно поэтому даже иногда говорят «О, это всего лишь спектакль». Не могли бы вы объяснить этот момент или приободрить людей, которые проходят процесс освобождения, но сразу не получают полное освобождение? Помню, как впервые увидел нечто подобное на вашем служении, когда мне было 14 или 15 лет. Я познакомился с этой женщиной, у которой была дырка в языке, и ее, если я не ошибаюсь, в детстве посвятили сатане. Я не могу вспомнить всех подробностей, но все демоны, жившие в ее предках, помечали представителей каждого поколения, физически проделывая дырку в их языках. Из-за того, что ее посвятили демонам, знаете, она уже получила спасение и прошла освобождение, но затем, во время служения на вашем семинаре, она снова начала бесноваться, и вы не провозгласили, что она свободна, а сказали, «Вы получили частичное освобождение, продолжайте пребывать во Христе и возрастать духовно, но вам еще придется получить полное освобождение». Но разве Иисус не освобождает всех сразу? Или служителям, которые движутся в даре освобождения, нужно больше Божьей силы? Я сыграю сейчас роль защитника критиков служения освобождения. Пожалуйста, объясните этот момент людям, которые говорят нечто подобное, ведь зачастую это люди, которые сами никогда не молились за освобождение других. Но не могли бы вы прояснить этот момент? Конечно. Здесь следует учесть несколько моментов. Во-первых, человек может получить освобождение поэтапно, подобно израильскому народу, который направлялся в землю обетованную. Вождь воинства Господня сказал Иисусу Навину, «Эта земля обетованная, она ваша, я дал ее вам». Но тогда почему им пришлось сражаться за Иерихон? Зачем нужно было сражаться с царями Ханаана? Почему нужно было продолжать захватывать землю с войсками и побеждать врага? Потому что Бог пообещал дать израильтянам обещанную территорию во владение поэтапно, чтобы они ценили то, что получили, и вкладывали силы в овладение землей обетованной. Это пример из Библии. Иногда Господу приходится проводить нас через определенные этапы, чтобы мы действительно научились ценить то, что Он делает. Мало по малу. Именно такая фраза используется в Библии. Некоторые люди получают освобождение сразу. Мне нравится, когда это происходит. Когда человек получает освобождение моментально. Но жизнь большинства людей уже была достаточно сильно разрушена демонами. Большинство людей, которые обращаются ко мне, не могут сказать, я просто поиграл с доской Уиджи, и в меня вошел демон, теперь мы от него избавились, отлично, спасибо. Нет, 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 нет. Они, как правило, занимались 15-ю другими формами колдовства и таким образом открыли дверь различным демонам. Это произошло поэтапно, и поэтому исцеление разума и эмоций должно происходить так же поэтапно. Существует еще одно явление, которым я также порой предупреждаю людей. Как только демон входит в вас, он узнает, где расположены всевозможные психологические триггеры в вашем разуме, эмоциях и физическом теле. И этого демона можно изгнать, но он оставит после себя отголоски своего присутствия, как будто он все еще там. Знаете, как в случае с фантомной болью, у людей, которые потеряли конечности, но говорят, я все еще чувствую свою ногу, я все еще ощущаю боль в ноге, хотя ее ампутировали до колена. Это отголосок прошлого. И дьявол знает, как заставить вас думать, что у вас внутри все еще есть этот призрак или фантом демона. Я действую весьма конкретно, когда изгоняю демонов. Я вывожу их на чистую воду и заставляю демонов отвечать мне и сказать, что они выйдут из человека, и когда они это говорят, они обязаны выйти. Возможно, у него есть двойник, ведь я изгнал из человека духа Изавели, но возможно, в нем есть еще один дух Изавели в другой сфере его жизни, который нужно изгнать, но человек еще не готов к этому, потому что не успел разобраться с этой отголосок, который заставляет вас думать, что он все еще там, и если вы поддадитесь этому страху, он обязательно вернется. Здесь может быть очень много вариантов. Людям просто нужно кое-что понять, и я знаю, что вы это знаете, что освобождение это процесс, и некоторые люди получают его за одну прививку, а другим нужны бустеры, чтобы демоны не вернулись. При этом очень важно совершать свое спасение и развивать взаимоотношения со Христом, и не просто получить освобождение от демонов, а возрастать в благодати и познании Божьего слова, быть частью церкви, пребывать в общении, и чем дольше вы это делаете, тем большую свободу обретете. Это продолжительное путешествие. И также я порой спрашиваю людей, смотрите, сколько лет вы потратили на то, чтобы разрушить свою жизнь? Сколько лет вы наводили в ней беспорядок? Вы мне только что сказали, что курили травку в течение последних 20 лет. Именно с такими случаями я порой сталкиваюсь. Затем вы еще 10 лет нюхали кокаин, а еще вы спали с 50 мужчинами, а еще сделали 3 аборта. Кроме того, вы несколько раз попытались совершить самоубийство, а сейчас состоите в браке со своим четвертым мужем. я не пытаюсь принизить женщин и с такой же легкостью мог бы привести пример с мужчиной. И теперь вы ожидаете, что я, будучи экзорцистом и служителем движущимся в даре освобождения, просто исправлю всю вашу жизнь. Вот что я порой говорю таким людям. Вы потратили последние 30 лет своей жизни на то, чтобы разрушить ее. Согласны? А что если вам потребуется теперь 3 года, чтобы все исправить? Пребывать в Божьем Слове, ходить в церковь, пребывать в общении, возрастать в благодати, непрестанно молиться? А что если вам теперь потребуется еще 3 месяца, чтобы получить полное освобождение? По сравнению с 30 годами, это не так-то много. Начните этот процесс и не прекращайте его, пока не получите окончательное освобождение. Вы будете удивлены, как быстро это произойдет. Вам не нужно тратить еще 30 лет на исправление прошлых ошибок, но необходимо вложить достаточное количество времени, чтобы Святой Дух мог преподать вам несколько уроков о том, как ценить свою свободу. Это просто здорово, Боб. Я мог бы говорить с вами об этом целый вечер, но знаю, что ваше время очень ценно, поэтому у меня есть еще несколько вопросов. Вы однажды сказали мне кое-что, и это сильно мне запомнилось, что два разных человека могут совершить один и тот же грех, и в одного человека может войти демон, а в другого нет, из-за его эмоциональной или умственной устойчивости или своего рода защиты, которую он имеет. Можете ли вы немного объяснить этот момент? Моральный компас. Есть ли у вас моральный компас, то есть прочный, основополагающий, устойчивый якорь? Так что независимо от того, как сильно вы грешите, у вас все равно есть определенные вещи, которые вы никогда не сделаете, или черта, которую вы никогда не приступите. Где его взять? В большинстве случаев вы получаете его от своих родителей. Если вы выросли в хорошей семье и затем сошли с верного пути, у вас все равно есть моральный стержень. Вы можете отойти от Бога, но как говорит Писание, вы рано или поздно к нему вернетесь. Почему? Ваш моральный компас поможет вам вернуться на правильный путь. Поэтому я часто спрашиваю людей, вы выросли в христианской семье? Была ли это настоящая христианская семья, а не сборище лицемеров? Вложили ли в вас с детства правильные ценности? Затем я говорю, если это так, вы оправитесь от того, что сделал с вами дьявол намного быстрее. Но если у вас нет как это сделать? Наиболее очевидным ответом является готовность пребывать в Божьем Слове, стать частью хорошей церкви, где царит здоровая среда, есть хороший пастор, где вы постоянно возрастаете в вере. Но также есть и другие способы, с помощью которых можно его обрести. Интернет один из таких способов. Хоть и нужно вести себя осторожно, потому что в нем есть много всякого бреда, но также есть много полезной информации, прекрасных проповедников, отличных служителей. Среди всего прочего я советую людям начать читать христианскую классику, то есть произведения, проверенные временем, книги великих пасторов, богословов и учителей и узнавать, что в них говорится о жизни по вере. Но прежде я советую людям приобрести и прочесть все мои книги. Нет, это шутка. Хоть я и рекомендую это сделать. А затем приобрести книгу пастора Влада. Я рад, что вы об этом упомянули, ведь однажды вы сказали Эвериту, когда он получил спасение на одном из ваших собраний, что выходцам из движения Нью Эйдж не стоит искать себе церковь, где им будет комфортно. И теперь я понимаю, почему вы это сказали, доктор Боб. Потому что у нас сейчас есть студенты, которые так боятся любого упоминания об ангелах и всего сверхъестественного, потому что большая часть всего сверхъестественного, что происходит в церквях, граничит с учением Нью Эйдж. И поэтому, когда вы приводите выходца из Нью Эйдж или помогаете ему получить освобождение, вы всегда говорите, эй, начните укореняться в Божьем Слове и держитесь подальше от церквей, в которых делается удурение на эмоциональность, ведь иначе вы попадете обратно в эту лжерелигию. Прочтите книгу «Просто христианство». Начните читать книги Клайва Льюиса. Прочтите письма Баламута. Прочтите размышления о псалмах. Мне нравится, когда люди читают Августина или Фому Аквинского. Да, это серьезный материал, но если отмотать время назад и вернуться к той эпохе, в которой люди жили полторы тысячи лет назад, вы поймете, что они мыслили совсем иначе. Прочтите труды Мартина Лютера или других великих богословов. Если вам нравится более современное учение, прочтите книги Сперджина или Вигглсворта. Начните читать то, что великие мыслители говорили о христианской вере и даже о сверхъестественном. У вас еще будет время на то, чтобы читать книги современных авторов о позитивном мышлении и так далее. Это можно сделать позже, если вам такое нравится. Мне нет, уж простите меня, но сперва заложите твердое основание для правильного мышления с помощью правильной духовной и теологической информации. Опять-таки я сказал кому-то на днях, как только закончите читать просто христианство, прочтите неоспоримые свидетельства Джоша Макдауэлла, а после этого мою книгу о религиях мира. Начните прорабатывать различные системы верований и узнайте, чем они отличаются от христианства. Бросьте себе вызов, достигните такого момента, в котором вы будете четко понимать, во что верите. Конечно, читать Библию важно, но очень часто мы читаем Библию для вдохновения, а не для получения четких объяснений того, во что мы верим. Так дьявол может очень быстро вывести вас из строя. Именно поэтому я советую новообращенным христианам, в том числе тем, кто смотрит это видео. Читайте книги Клайва Льюиса, но не фэнтези, потому что это целая отдельная категория произведений. Начните с более серьезных книг. Я вам говорю, сложно описать, сколько раз я перечитал книгу просто христианства. Возможно пять или шесть раз, потому что каждый раз, когда я ее читаю, я думаю, ух, вот почему я верю в то, во что я верю. Так что натренируйте свой мозг мыслить логически о вопросах веры. Здорово. Это напоминает мне отрывок из Библии, в котором сказано, что сеятель вышел сеять, и прилетели птицы, и поклевали семя, и это семя символизирует человека, который принимает слово, но не понимает его. Там не сказано, что он не пережил чего-то на личном опыте, там не сказано, что этот человек не трясся, не падал на землю, не дрожал, не говорил иными языками, там сказано, что он не понял Божье слово. И поэтому мне очень нравится то, что вы, доктор Боб, являетесь доктором богословия, но при этом молитесь за освобождение людей каждый день. Но также вы укоренены и укреплены в своей христианской вере, и вы учите других людей делать то же самое. Кстати, я прямо сейчас читаю книгу «Просто христианство». Я как раз читал ее сегодня утром, и поэтому я поражен. Боже мой! Да, я смотрел «Хроники Нарни» около 10 лет назад, и мне казалось, что все творчество Клайва Льюиса сводится только к этому. Да, я читал много христианской классики, но не всю. И поэтому чтение этой книги действительно изменяет мою жизнь и благословляет меня. Мне нравится то, что вы подчеркиваете важность наличия у человека морального компаса, который можно выработать, поняв суть того, во что вы верите. Укоренившись в учении и чтении книг авторов, которые уже давно умерли, они являются авторами современных бестселлеров. Многие из этих книг написаны для того, чтобы они лучше продавались, а не обязательно для того, чтобы повлиять на нашу душу. Чтобы их авторы могли заработать деньги. Некоторые современные авторы пишут книги не потому, что им есть что сказать, а потому, что они просто стали знаменитыми, и именно так поступают многие. Как только ваш пастор становится знаменитым, он сразу начинает писать книги. Я знаю, о чем говорю, потому что сам написал три книги, но я писал их не тогда, когда был знаменит. Но в любом случае, давайте закроем этот вопрос о написании книг, прежде чем я начну переходить на личности. Еще два вопроса, и на этом мы закончим. Я очень ценю ваше время. Каким было самое сумасшедшее освобождение, с которым вы столкнулись, о котором вы до сих пор вспоминаете с восторгом? Как оно выглядело? На что оно было похоже? Ну, их было несколько. Как вам известно, всего несколько недель назад меня атаковали, я потерял сознание и получил сотрясение мозга. Это было просто невероятно. За все 50 тысяч задокументированных случаев экзорцизма меня никогда не сбивали с ног, и я не терял сознание. Это произошло сразу после того, как я был у вас в церкви и учил о том, что освобождение это опасно. Но когда это произошло, я сам забыл о своих собственных правилах. Так что это было настоящее безумие. Потому что на меня напал вовсе не демон, а одна из множественных личностей, обитающих в разуме человека. Поэтому нужно быть очень осторожным. Вы можете сказать демону, куда ему идти и что делать, но не можете сказать это человеку. Если какая-то злобная личность завладела частью его мозга, вам не удастся ее остановить. Знаете, меня неоднократно спрашивали, что бы вы сделали, если бы кто-то, одержимый демонами, направил на вас пистолет? Я бы сказал, я связываю тебя во имя Иисуса, а затем бы успел уклониться, прежде чем человек, одержимый демоном, нажмет на курок. В этом случае я не уклонился достаточно быстро, и человек ударом кулака сбил меня с ног, отбросил на значительное расстояние, и затем я потерял сознание. Но мне кажется, что если говорить о самых выдающихся примерах, у меня было несколько сложных ситуаций, в которых демоны окопались в человеке в несколько слоев на протяжении 15-20 поколений, поскольку его предки в каждом последующем поколении совершали ужасные аморальные поступки. В одном конкретном случае одержимость человека уходила истоками ко временам Древнего Вавилона, Древнего Египта. И также один демон сказал мне, я был в Эдемском саду и непосредственно привел в действие план сатаны. Этот человек является прямым потомком Каина. Правда ли это? Я не знаю, но этот демон был очень злобным. Некоторые демоны говорили мне, я являюсь потомком Тамуса, какого-то непонятного египетского божества, которому поклонялись люди. Один демон на днях сказал мне, я был там, когда Аарон приободрял народ поклоняться золотому тельцу. Я и есть этот золотой телец. Я выпрыгнул на них из огня. Они думали, что это всего лишь образ, но это был не образ, это был я. Я по виду напоминал золотого тельца. Я и был этим тельцом, и мне поклонялись. У этой женщины предки были евреями, и нам удалось подтвердить этот факт позже. Правда ли это? Знаете, демоны часто хвастаются, но иногда тот напор, с которым они что-то говорят, просто поражает. Один демон сказал мне, я был там, когда гадюка укусила Клеопатру. Что, правда? Хотя он и описал определенные события, произошедшие в древности. Я не сильно очаровываюсь тем, что говорят демоны, чтобы им не удалось меня отправить по ложному следу. А говорю, ладно, если нам нужно разрушить проклятие Клеопатры, давайте сделаем это прямо сейчас. Ведь если демон связан с этими событиями, мне важно об этом знать. Сегодня у меня была встреча с мужчиной, который однажды был успешным бизнесменом, и его компания стоила 25 миллионов долларов, а затем внезапно развалилась. Оказалось, что его предок был грабителем поездов, жившим 150 лет назад, и убившим другого человека посреди улицы. Не знаю, возможно, у него об этом было написано на надгробии, но он рассказал мне целую историю, прямиком с Дикого Запада, о трупе, гниющем посреди улицы. Все это дало демонам возможность внедриться в его родословную, и спустя столько лет атаковать этого человека. Мы живем в диком сумасшедшем мире, и служение освобождения порой напоминает дикий-дикий Запад. Я не сильно очаровываюсь такими историями, но пытаюсь разобраться и ответить себе на вопрос. Итак, какие сумасшедшие события произошли в жизни человека, который кажется мне неустойчивым или нестабильным? Возможно, причиной этого является родовое проклятие. Это то, что мы как раз и упускаем, если не задаем человеку как можно большее количество вопросов. Здорово. Доктор Боб, какой совет вы могли бы дать кому-то, кто чувствует, что призван заниматься служением освобождения? Это мой последний вопрос на сегодня. Я понимаю, что нам придется пригласить вас еще раз, ведь не только ваши ответы и ваш огромный опыт являются просто невероятными, но также многие люди из нашей церкви смотрят это видео, и оно действительно приободряет их и бросает их мысом. Для многих служителей, движущихся в даре освобождения, оно является огромным благословением. Но какой совет вы могли бы дать кому-то, кто только начинает двигаться в даре освобождения? Во-первых, подотчетность. Кому вы на самом деле подотчетны? Мне все равно, какой у вас титул. Я хочу знать, кому вы подотчетны. И также я хочу знать, что дает этим людям право привлечь вас к ответственности, если будет нужно. Это касается многих пасторов. Иногда у пастора может быть хороший совет старейшин, но порой его окружают тряпки. Иногда его могут окружать верные люди, но порой его окружают люди, которые во всем с ним соглашаются. Я хочу знать, есть ли у вас в жизни люди, которые могут призвать вас к ответу, если будет нужно. Я хочу знать, есть ли у вас в жизни люди, которые старше, мудрее и опытнее вас. Во-вторых, если вы чувствуете, что получили свежее откровение от Бога, изложите его в письменном виде, прежде чем произнесете его в виде пророчества перед всей церковью. Если Бог вам что-то показывает, заручитесь одобрением своей команды. Так поступают академики. Когда они делают какое-то новое открытие, его обязательно нужно опубликовать в научных журналах, чтобы другие ученые, имеющие опыт в этой области, могли о нем прочесть, оценить его и проверить, является ли оно достоверным и соответствует ли определенным критериям. Знаете, что происходит сегодня в некоторых кругах, особенно среди харизматов? Кто-то получает откровение от Бога и затем внезапно выпускает книгу на эту тему и начинает проповедовать об этом здесь и там. Никто не может его образумить. Никто даже не осмеливается задать ему какие-то вопросы. Считается, что вы угощаетесь Святого Духа, если осмеливаетесь поставить какой-либо неудобный вопрос. Не знаю, мне это кажется немного странным, но что поделаешь. Итак, есть ли у вас такие люди, которым вы подотчетны? И способны ли вы изложить на бумаге то откровение, которое получили? Если вы будете вынуждены обдумать и разобрать то откровение, которое Бог вам якобы дал, сможете ли вы изложить его на бумаге в таком виде, чтобы кто-то другой смог рассмотреть его, помолиться и сказать вам, от Господа ли оно? Но в мире полно одиноких волков, которые пишут книги, высказывают теории, проникают на третье небо, и никто не имеет права им сказать, «Ух ты! Стоп, секундочку!» Это немного странно. Иногда люди действительно получают откровение или пророческое слово от Господа, но затем они начинают добавлять к нему много другого, что на самом деле является отражением их личных переживаний. Так что то, что поначалу было чистым, пророческим словом от Господа, загрязняется человеческими домыслами. Но с кем вы советуетесь? Приведу пример. Я не буду называть имен, но один человек начал что-то делать в плане служения освобождения. Мне кажется, что в этом не было ничего хорошего. Но он обратился ко мне, и я высказал свое мнение по этому поводу. И сказал, «Я всего лишь прошу вас сделать для меня одну вещь. Возможно, вы верите, что у вас есть свежее откровение от Бога, которое перевернет все служение освобождения. Напишите краткий тезис на эту тему, и объясните, почему вы верите, что это слово от Господа поможет людям. Изложите это на бумаге и отправьте мне по почте». Это не должна быть огромная диссертация. Просто изложите свои мысли на листе бумаги. Я хочу увидеть, какие слова вы используете, чтобы описать то, что вы делаете. Не чувства, не эмоции, а именно слова. Он больше ни разу со мной не связывался. Он не смог этого сделать или не захотел. Да, мы все время от времени получаем свежее откровение или что-то такое, что, как нам кажется, Господь нам показывает. Но мне кажется, что нам очень важно позволить нашим соратникам и людям, которым мы подотчетны, испытать истинность этих откровений. При множестве советников предприятие состоится. Истина устанавливается при словах двух или трех свидетелей. Итак, это один из самых важных советов, которые я могу дать людям, участвующим в служении освобождения. Если вы получили свежее откровение от Бога, давайте соберем совет людей, которым вы доверяете. Поэтому мне так понравилось то видео, которое вы недавно записали с Исай Сальдиваром и Майком Сигнорелли, в котором дали отпор человеку, который атаковал служение освобождения. Друзья, я так сильно вами гордился. Вы просто невероятным образом разобрали по частям этот вопрос. Проанализировали его мнение и показали всем его ошибочность. При этом, выслушав точку зрения этого человека, это великолепно. Нам в теле Христовом и в служении освобождения нужны такие открытые платформы. Поэтому я очень рад, что вы, друзья, делаете нечто подобное. Давайте не будем просто кричать друг на друга. Давайте сядем и скажем, «Вот почему мы делаем то, что мы делаем». Вы возражаете против этого. Поэтому мы рассмотрим вопрос с нескольких разных точек зрения. Мы учтем мнение наших соратников и посмотрим, насколько обоснованным является ваше мнение. Мне эта тема особенно близка, ведь я видел, какой ущерб нечто подобное может нанести людям. Позвольте кое-что добавить. Если бы все мои воспитанники, которых я наставлял в течение всех этих лет, собрались ко мне, у нас бы получилась самая большая на планете армия служителей, движущихся в даре освобождения. Но я видел, как дьявол выводил их из игры одного за другим. Ведь вы знаете, как все происходит в церквях. Рано или поздно все начинают думать, что они умнее пастора, что они знают больше, чем пастор. И, как правило, это происходит с людьми, приближенными к пастору. И в служении освобождения всегда находится кто-то, кому кажется, что он изобрел новый способ двигаться в этом даре быстрее и эффективнее, чем все остальные. Если это действительно так, я хочу об этом знать, чтобы помолиться об этом, обсудить с другими, знаете. Давайте поговорим об этом, а не будем бросаться на амбразуру, разрывать отношения со своими соратниками и превращаться в одинокого волка, который сам по себе делает что-то такое, что в итоге может превратиться в ересь. Лучше я помолчу, ведь это целая отдельная тема для разговора. Но несмотря на все это и несмотря на многие вещи, которые я вижу сегодня и которые заставляют меня удивленно хмуриться, я очень рад видеть, что Дух Божий движется через молодых, ревностных людей, которые горят для Бога, разрушают оковы и говорят другим о том, что Иисус способен их освободить. Аминь. Спасибо, спасибо большое. Эй, друзья, оставьте в чате эмодзи с огнем, если это видео стало для вас благословением. Доктор Боб Ларсон, если кто-то хочет узнать больше о вашем служении, если кто-то хочет углубиться в своем понимании на основании ваших знаний и опыта, которые вы приобрели за время своего служения и которыми свободно делитесь с миром, что им делать, чтобы связаться с вашим служением, куда им обратиться, чтобы больше узнать о вашем служении. Просто зайдите на сайт boblarson.org. Там есть вся необходимая информация о нашей школе экзорцизма, о наших книгах, о различных методах обучения, которые мы предлагаем. Мы также проводим личные виртуальные встречи с людьми. Могу ли я еще кое-что добавить? Мне кажется, что это один из самых важных советов по поводу служения и освобождения. Не теряйте связь с реальностью и с живыми людьми. Каждому молодому пастору, который меня слушает, хочу сказать, не упрямьтесь и не думайте, что вы настолько важная личность, что у вас нет времени на общение с людьми. Я понимаю, что у пастора много забот, и это особое призвание от Бога, поскольку приходится увещевать людей, служить им на личном уровне, и не все на это способны. Я это делаю, и пасторы успешных церквей, как ваши, это также делают. По крайней мере, уделяйте хотя бы часть своего времени тому, чтобы поддерживать связь с живыми, реальными нуждами реальных людей. Это поможет вам не потерять связь с реальностью. Итак, заходите на сайт boblarson.org. Это нормальный сайт. А что по поводу вашей школы освобождения? У нас есть международная школа экзорцизма, которая является набором материалов очень высокого качества, дающего отличное знание и подготовку. Вы ее прошли и знаете, о чем идет речь. Там идет речь не только о том, как изгонять демонов, но и о том, что такое освобождение с исторической, библейской и психологической точки зрения, какую роль в нем играют ангелы, какую роль в нем играет происхождение человека, его душа, душевные связи. Это настолько обширный предмет, и эти материалы разработаны для людей, которые хотят подняться в этом служении на новый уровень. Но я искренне верю. Чем большим количеством информации вы можете наполнить свой разум, тем лучше. Ведь вы никогда не знаете, что произойдет. Помните, как Иисус сказал о Святом Духе, что Он напомнит вам все, что я сказал? Он уже это сказал, но Святой Дух напомнит нам об этом. Итак, если мы будем наполнять свой разум знаниями о том, как служить людям, Святой Дух поможет нам извлечь часть этой информации из нашей памяти в нужный момент. Именно поэтому мы создали эти ресурсы, чтобы Святой Дух смог напомнить вам о том, что вам нужно будет вспомнить в нужный момент. Здорово, здорово. Спасибо большое, доктор Боб Ларсон. Вы бы не могли помолиться за всех наших зрителей, которые смотрят это видео? В данный момент около 2000 человек смотрят эту трансляцию. И также я знаю, что многие люди будут пересматривать это видео снова и снова. Так что не могли бы вы помолиться обо всех молодых служителях, молодых людях, которые принимают участие в служении освобождения? Отец Небесный, я молюсь прямо сейчас о нескольких типах людей. Прошу тебя, прикоснись своим Святым Духом, во-первых, к людям, которые чувствуют призвание участвовать в этом служении, как будто что-то их тянет к нему. Возможно, благодаря тому, что они услышали сегодня, или, может быть, в результате того, как они видели, что пастор Влад снова и снова служит людям в даре исцеления и освобождения. Господь, обратись к ним четко и ясно. Вы знаете, что за участие в этом служении придется заплатить определенную цену. Его не все принимают. Поэтому пусть они будут твердыми, смелыми и мужественными, когда пойдут служить людям. Если они говорят, «Знаете, мне действительно близко то, о чем я сегодня услышал. Возможно, Бог призывает меня двигаться в этом даре». Направь их в нужное место, либо в нашу школу, либо в школу пастора Влада, либо куда-нибудь еще. Молюсь о том, чтобы это помазание, это призвание возрастало в их жизни. Это желание видеть, как люди получают спасение от лап врага и принимают полноту Евангелия Христа. Увеличь в них это желание, это призвание. Я также молюсь о тех, кто смотрит или слушает нас и думает, «Ух, мне кажется, что эти два человека говорят обо мне, о моих проблемах и о том, с чем я сталкиваюсь. Я не знаю, что мне дальше делать». Господь, помоги им не останавливаться на этом, а связаться либо со мной, либо с пастором Владом, либо еще с кем-то, кто сможет непосредственно послужить и помочь им. Господь, не позволь дьяволу украсть то семя, которое было посеяно сегодня. Пусть эта почва их сердца будет плодородной и примет это семя, и они поймут, «Мне нужно получить помощь, которую предлагает это служение». Господь, наши сердца переполняет боль за народ Украины, особенно христиан, которые являются краеугольным камнем этого народа, за людей веры. Господь, пусть Твой мир возрастет, а сердца людей будут открыты, чтобы поддержать эту миссию, которую пастор Влад организовал в поддержку Украины. Благослови их сверх меры и любых ожиданий, чтобы они смогли помочь этим отчаявшимся людям, оставившим все позади и решившим начать новую жизнь. Пусть любые планы врага принести боль, навредить или помешать этому служению, будут разрушены, очистить для них путь. Мы связываем любых злых духов, которые пытаются убедить людей в том, чтобы они не жертвовали с открытым сердцем, а также помешать этой миссии состояться. Молимся об огромных благословениях на пасторе Владе, его команде и всех, кто в этом участвует. Сохрани их и обильно благослови во всех отношениях. Благодарим тебя, Иисус. Молимся за людей во имя Твое, потому что Ты уже освободил нас, исцелил нас, дал свободу от сил тьмы, и мы воздаем Тебе славу, хвалу и честь, и благодарим Тебя за возможность служить тем людям, за которых Ты умер, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И также благослови этого Мужа Божьего. Аминь. Будьте благословенны. Спасибо, доктор Боб Ларсон. Знаете, каждый раз, когда я приглашаю гостя поучаствовать в записи видео, то предлагаю ему гонорар. Но доктор Боб Ларсон сегодня сказал, что он хочет все те финансы, которыми мы планировали его благословить, отдать на поддержку Украины. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить вас за тот вклад, который мы сделали в народ Украины. И за тот вклад, который вы сделали в служение освобождения. Мы берем ваше помазание и продолжаем нести его вперед. Спасибо за то, что являетесь тем духовным отцом, тем генералом и тем первопроходцем для нас, молодых служителей. Мы почитаем и уважаем вас. Для нас очень ценно то, что у нас есть на кого опереться, кто не боится и не испытывает неуверенности, а свободно делится тем, что знают. Мы очень гордимся тем, что знаем вас лично. Поэтому огромное, огромное спасибо вам. Спасибо моей жене за то, что она смотрит сейчас это видео и плачет. Вероятно, она вытирает слезы прямо сейчас. Спасибо вам, друзья. Для меня это огромное благословение. Через пару недель вы поучаствуете в записи моего видео. Я с нетерпением ожидаю этого. Мы не должны терять эту связь и останавливаться на достигнутом.